Музыка Однако за спиной осталось все-таки 20 с лишним лет заведованию кафедры. Ну так вот, меня очень хорошо знает ректор Московского университета, и он перевел меня на новый факультет политологический. У меня там небольшая нагрузка есть лекционная, консультации, но в основном тематика политическая и патриотическая, и военная. Точнее, военно-политическая. И мне первокосников дают там всех. Потом они пишут у меня эссе. Эссе – это, в общем-то, эмоциональная оценка какого-нибудь события. Ну, на тему, примерно, «Моя семья в отечественной войне». Правда, я еще их толком не прочитал, не отрецензировал. Но они не без удовольствия пишут все. Пока держат. Я сейчас стал плохо очень чувствовать себе в связи с болезнью жены тяжелой. Понимаете, как это? Вот. А это я хочу вам показать, в общем-то, довольно любопытный очень документ. Это ребята из МВД, из университета МВД. Потому что я там в свое время лет семь по совместительству проработал преподавателем социально-политической дисциплины. У них осталась обо мне память там, вот они присылают поздравления и все эти. И, в общем-то, и там друзья, полковники все накачивали. И, а постольку, поскольку, эту вот книгу я вам показал, где она вот эта вот, диверсанта. Ну, вообще-то, это же МВД. Это спецподразделение. Ну, так вот, давай, значит, давайте еще посмотрим вот этот документ. Вы его посмотрите, потому что вряд ли когда-нибудь в жизни вам такие документы попадут. Значит, здесь представление к награде меня за бой к деревне Хлуднево. 20, примерно, 7 человек туда вошло, в деревню. Нарвались мы на танковую немецкую дивизию, которую перебросили только что из Франции. Свеженькая была. Вот так. Устроились они на ночь. Между прочим, вот эта картинка, это художник Соколов-Скаля и Соколов. Вот, он ездил туда. И интересно, я скажу, об этом даже говорить и мне, потому что так войны не бывает. Посмотрите, видите, там там стаи идут люди, и к одной очереди у них конец. Вот так. На этом самом месте я около этого дерева лежал. Передо мной полз один парень, кто я не знаю, до сих пор снизу, оттуда, по снегу. А там они, такое, там значит, так, утром выросли немцы. Во всех домах побиты были. Так. И у нас были только танковые грамм НАТО, вот ими мы убивали их. Вот там вот, в общем-то, довольно много уничтожили. Сколько? Ну, много, в общем-то. Потом мы заняли эту деревню дней через шесть. Вот. Вернулась оттуда, вот я полз, уползал по приказу уже командира. Так. Отходить к сараю. Вот этот сарай он нарисовал он как. Вот это искусство, это. Вон, посмотрите там. Все. Там человек взрывает себе гранаты. Видите? Это замполит. Поперник. С немцами взорвал себе гранаты. Да и не будут они, в общем-то. Немцы не могли, они же не самоубийцы. И я на черт-то не буду. Ну, давайте реально говорить. Так вот, откуда это все взялось? Якобы местное деревенское население говорило о гибели нашего отряда. Ну, так тоже не бывает. В деревнях они, когда трассирующие пули везде бьют у немцев. И не бывает так, чтобы они сидели и смотрели еще. Поэтому я, например, и отходил, когда командир, в общем-то, ну, разрешил отходить. В конце концов я приказ выполнял и в общем распространял патроны почти все. Было патроны 200. Патрон Таши вот так вот съели. Так, когда входили к домам туда, они убивали их, разбегались оттуда. Танк у них там еще стоял. в этом диване. Вернулось, между прочим, всего-то в живых осталось 3 человека. Один полз передо мной, передо мной, когда я уже получил разрешение отходить к этому сараю, так, я видел, как его, он полз впереди мне, кто я не знаю. Там раздался тогда крик. Понимаете, я вам эту информацию говорю, вот об этом, чтобы немножко показать, спустить вас к реализму. Потому что было организовано это плохо. Там должна была артиллерия в деревне, у них всего было 10 снарядов у пушек. Они пострелялись ночи, и мы туда прошли по снегу, к утру пришли в январский этот день. Вот. Тишина полная была там в деревне. И тогда он приказал гранатами выбить из домов. Ну, там приказ не так был поддан. Вот. Ну, развернулись на ширину метров пятьдесят, шестьдесят. И начался этот бой. Должны были помочь. Там собрали завозников, писарей, пицарей, еще в общем-то там они не вышли, не помогли нам. И когда я стал отползать, я видел еще один в белом халате, в белом халате, упал там тоже по снегу. Снег был глубокий и уже я услышал Егоров на остров ходят справа. Вот. Ну, он там развернулся, там же в общем-то на виду почти никого не видно никогда в бою там понимаете. И сарай там этот скотный двор был там. Это семной сарай, разница большая. Так вот передо мной полз парень и я видел как его прошило трассирующее немножко позади мне. И что-то он там сделал он значит вытащил я не очень понимал в белом халате кто это где-нибудь метров может быть не 50 даже может быть 20 метров а преимущество тогда наше было что деревня вся находилась внизу и там морячушка была такая-то и раздался крик замполита поперник не делай этого и вот я когда рассказывал потом да дальше я я видел как этот взорвал себе гранатой потому что нашей части нам нельзя было плен даваться это потом и семьи наши и в общем-то вот ну страх это не было особого значит он себе взорвал он так поднялся я понял что РГД взял сюда так и вот тогда раздался поперник не делай этого поперник в это время застрелился но я рассказывал что взорвал человек перед этим и они отождествили это начальство это же все-таки НКВД вот когда отозвали в Москву разговаривали со всеми нами и все это проверяли по нему потому что материал пошел в правду и правду опубликовали 14 февраля статью герой лыжники там значит подошла армия Рокоссовского мы действовали полосы 10 армии Голикова вот так вот он член военного совета возможно даже это 16 армия там была из Подмосковья она туда вошла на помощь Сухиничем вот это Калужская область его значит крупный заместитель попали в части он опубликовал эту статью герой лыжники моей фамилии там не было я после того как это взорвал себе я потом много лет вспоминал а вот если бы он этот не взорвал себе ну вот как бросать он бы сказал застрели меня примерно так потому что нельзя избавило меня от этого а то что пошло это связано вот в этой книге там поперник есть герой советского союза вот из-за этого моего пересказа понимаете ну с другой стороны на кой черт уточнять потому что не выпутаешь тогда из этого в конце конца застрелился он потому что из этой группы людей было 18 человек убито а 3 человека значит когда я поднялся к цараю к этому скотному двору значит что-то происходило а происходило вот что я оказался один перед снежной целины так да наши следы были и поверьте пожалуйста что я в общем вытащил ногам у меня был на боку но был что всем подробно иногда у меня спрашивают когда я говорю говорю об этом иногда чтобы не вызывать даже лишние вопросы может быть но вы-то очень наверное достаточно зрелые вот потому что когда отправляли на задание в немецкий тыл нас довольно долго вооружали там и примеряли разные вещи лыжи конечно и белые халаты и учили еловые шалаши делать в январе месяцы в лесах брянских там где-то быть надо все-таки вот так вот и мне я был довольно дисциплинированный мне сунули ручной пулемет с диском сверху Дегтярева так 42 патрона вот так положен два номера два человека первый второй номер потому что оружие у нас было на отряд 80 человек один взвод в резерве отставался так вот значит там нас направляли 4 отряда один только прошел в тыл остальных немцы захватили внезапно и то есть как щенков унесежили теперь мне мне выдали к ручному пулемету наган с патронами диски так надежная вещь револьвер нет еще детства не было это в машину попал у меня в медогонку брат открутил мне крови когда мне было два годика всего всего ну так вот значит был в ногам и был момент когда я принял к виску но в этот момент совпадение такое поверьте вдруг издак в сараю выходит вылезает в общем-то два человека в белых халатах командир осторожным врачом он был дважды уже ранен так на ноги у него были целые они меня увидели иди сюда помогай мне Кругляков был сапером в руку ранен был там вот я естественно отложил этот наган потом когда мы шли по полю тащили его тащили он сам шел потом считается что я его вытащил вот так да так вот я стрелял там по снегу потому что они уже обходили нас сверху отсюда вот так они умели воевать воевать но похоже на то что он застрелил командира который здесь должен был помогать лазнюк сам потому что у него на ленточке на ремешке мотался это тащился прямо так у него он накровавленный был короче мы его а тут стояли сани у них с лошадью свалили свалили на эти сани и ходу вот так и в соседней деревне где стояли там наши пушки там и так вот все вот ну так дело это и пошло потому что один взвод оставался в резерве и я не знал потом отправил в госпиталь лазнюка командира и круглякова остался один куда деваться мне я значит сунулся туда к древне назад там уже ничего и никого не было было все тихо вот да правда самолет какой-то немецкий проветел ему там просигналы подали еще свои так уже в общем все погибли попали мы в эту деревню спустя наверное несколько все-таки дней вот когда они отступили общей ситуации была такая назначили командиром отделения конечно я красноармеец был сплошной вот здесь вот значит и потом когда вышли нас отозвали в москву отозвал он генерал судоплатов он медаль его ему хрущев посадил на 15 лет за все его заслуги вот так вот но он нас вытянул и меня в том числе понимаете когда я потом вот так разговариваю в общем-то с ребятами и школьниками ну что они могут понимать вот так вот из того что там тогда творилось это ужас мороз они там все это наше все воинство все обмороженное было а и что если не завернуть портянку то все кончено не надо самострела никакого возили на санях с фронта это в общем эти воины кричат потому что когда с морозом в теплое даже помещение я видел ну какая тут черта в общем-то боевая часть ну в общем-то вы понимаете что ни отсюда больше из этого Хлотнева ни кто не вышел и ни раненых ни пленных не было ни убитых плохо это хорошо спустя 6 дней заняли мы эту деревню уже я командовал отделением уже там заслон был немецкий мне потом они дали ребята мои фотографии из Франции вот там так ну в общем что это было пришли на это место где там удивительное дело они были все пожжены ребята вот человек сейчас у меня перед глазами вот белом хавате вот здесь вот миша соловьев там еще ребята все обгорелые на на один вариант вот этот сарай где там может даже рядом был салат сарай может нет трудно мне разбираться да и не мое это дело было разбираться тогда там в общем там возможно это горел сарай с клевером сухим а он как порох вот возможно выкидывали ребята трупы черные были человек пять шесть ребят так еще раз никто из них не сдался в плен не было раненых были трупы вот я сам видел я этим так я не разговариваю поэтому выговариваю здесь потому что ну что я могу современному школьнику сказать вот выдумывать вам это можно вам можно десятки людей шли мороженые вытаскивали их привозили и там в другой в другой деревне прямо девчонки их жалко было они их ну навоз замерз складывают туда прямо потому что не успевают вывозить значит и потом мы заняли эту деревню так уже мне было 13 человек отделение дали и дальше пошли наступление дальше на запад деревни а там в Калужской области деревни огромные кирпичные дома и соломенные крыши вот так прямо как дом дом крепость так мы в школу где-то занимали там и ребята тоже погибали вот немецкий снайпер убивал у нас в общем там деревня все время подвергалась нападению от них там потом дальше шли там огромные деревни там 400-500 домов такие деревни по 2-3 церкви вот соседние занимали я там это свое отделение водил правда это было может быть даже один раз ну конечно я не орал здравствуй там или кто-то там так в общем-то ну пошли ребята надо потому что мы не знали какая это там деревня будет маклаки она называется мы туда ночью ходили там немцы вставляли флангов против нас так обстреляли довольно и были ранены от немцев в общем вот так вот я вперед свое отделение вывел вот так заглянулся назад они лежат у меня все это еще один сорокопятку протащил пехотинец артиллерист и стал бить помогать нам отходить даже помогать потому что я метров чуть не не в пятидесяти а был о них так подавиации вызвали против нас вот таким путем и такая была война надо сказать еще вот подвести итоги что все же нас берегли вот ямсбон понимаете вот это чувствовалось потому что из Москвы нас вывели отступали от если кто знает Ленинградское шоссе знает там деревня Завидово Клин о Клине пищи разные во всяком случае 20-го где-то октября там еще он не был занят потом оттуда Солнцегорский я это еще двое этих боев было там здесь мы отступали до канала Москва Волга и в одном случае я тоже расскажу вам еще значит как там эти мины мина были деревянные 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 мину сделать можно подумать например потому что тогда погодительная была техника вот 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 эти мины спрос деревянные были во-первых 200 граммов так крышка открывается она же в ней распилы сделаны так и туда в мину этот как сливочное масло или масло сыра так же вот вот так достаточно 200 грамм наступить чтобы ноги оторвало черт понимает вот так ну и большие мины деревянные ящики 5 килограмм примерно значит то же самое то же прием то доска вот так пилится здесь или отверстие и она выдавливает вот на этом все построено значит надо туда там отверстие сунуть взрыватель и доска упрется плечиками в этот взрыватель и выдавит его и поехали 5 килограмм это разрывает танк к чертям вот ну ставили мины ну ведь на снегу уже видно комсомольское идет собрание тот же поперник будущий герой Советского Союза один из руководителей комсомола говорит как будто бы это ну в магазине в соседнем надо мол мины деревянные красить белой краской чтобы можно было в снегу и не были заметны представляете походок какой-то ну так вот где-то не не доезжая мы у нас машина еще была однажды мы чуть не сунулись совсем к немцам близко в общем так такие были у нас еще изобретение великое ампулометы то есть стеклянные шары из толстых стекла ну и там конечно бензин какой-нибудь или с белым фосфором а он когда разбивается то так же и бутылки сжигательной жидкости но с бутылками я например был и тем я только не был в армии так я дисциплинированный человек в общем-то и огнемет даже был одно время нас учили обращаться с танками ну так вот отступаем ставим мины что привозят вот как маскируем кое-как лишь бы только остановить задержать задержать чем-нибудь немного так вот речка российская одна значит мостик надо унестежить а для этого надо доску мы в деревне можем найти здесь внизу или доску как там и туда значит мины 400 граммовые еще вот не мины а тол тол в общем-то провязывали соединяли детонирующими шнурами есть шнур рубик фордовый я все это знаю сколько лет сохранилось у меня в общем-то диверсант как же а в общем-то вот ну так вот не успели довязать как немецкие танки в деревне и из пулемета нас нагрел правда никого не заделось здесь мы очень должны были смотаться ну что делать даже не успели взорвать даже как так получилось что потом мы когда смотрели здесь очень много побило немцев а история такова во время отступления уже а это были радостные минуты и удивительные это было такое обилие немецкой техники вы сейчас не можете представлять даже сейчас пробки были застряла немецкая на этом мостике шкода точнее немецкая шкода чешская так и они стали ее объезжать а мы когда отходили отсюда от этого мостика мы наткали мину туда сюда они немцы прошли проехали туда наступая они стали разминировать наверное а вот когда отступали они так то они вынуждены были застряла вот эта шкода и она образовала пробку очень сильную примерно ну наверное там десятки может сотни машин разных типов эмблемы то ли это собака то ли это еще немецкая вот так но это уже радостно было и кишки развешаны немецкие бронетруспортеры гусеничные вот вот но нас отозвали в москву причем отозвали потом наверное чтобы пройти какую-то еще практику через через неделю снова выбросили сюда уже под Рогачев Московская область вот ну там уже было наступление наших войск прошли и немцы освоили территорию очень быстро по моему я не берусь так сказать это они даже бензопроводы тащили с собой шланги с бензином то есть заправлять надо было их танки на бензине были вот так что касается проводной связи тут опутано было все ну и кое-где крестики были березовые они любили это вот уже была эта освобожденная территория я там где-то мне какое-то задание дали четыре человека в теплый деревенский дом и хозяева дали немцы отставили журналы в чем интересно значит немецкие журналы тогда бомба нам кремен фотографии как бомба бросает летят бомбы рвутся и воздушный этот не шар как назывался тогда я забыл бою с нашим истребителем там вот так никаких конечно ни наград тогда не было но может кто-то и получил из других подразделений ну в общем-то было выполнено то что было поручено так вот я потом первоначально отступал до солнечногорска от клина и когда немцы вошли я стоял там по труям ходил дом на берегу озера тени так открыто дверь в доме там деревня в этой деревне командиры тогда не называли офицерами здесь в общем-то разбудил я их будил потому что прошла горсткомашина ее уже стебанули из пулемета вот такие-то подвиги вот перед глазами сейчас позже уже после Хлуднева овраг спускается из другой деревни огромный один старший лейтенант наверное и говорит что дали батальон от него осталось там три человека вот примерно так или так школа стоит на горе держит под огнем эту деревню другую и уже там эти деревни война такая вот мне тоже хотелось тоже хотел было подойти там школу мы заняли и и стены во какие кирпичные там немцы бьют прямо из кушки ни черта не получается даже трещин нет а мороз поэтому прямо парты идут пол на патронные коробки в общем так тут же мгновенно мгновенно вылез какой-то младший лейтенант откуда-то из других частей там за одну из деревень двести человек положить прямо так в подвалах двести подумать надо и вот уже небольшое около месяца мы были там и вот понимаешь когда переходишь развороченные трубы кости белые вот так потому что собираются солдаты пехотин там же не мы тоже мы все-таки спец а взломовцы были остатки так нас берегли не берегли а на разведку использовали постоянно все время вот кто-то между прочим даже из наших лыжи ломался где-то заметно было ну вот как выпутались мы в общем-то из этих лет и войны ну и еще одно что был был такой у нас очень много было ребят студентов там ну как много там два-три человека и в этом бою в шлодне в этой деревне два человека погибло студентам один геологического факультета МГУ а один стали исправ ну еще там служил но в этом бою он был тяжело ранен и написал потом Семен Гудзенко поэт и флейт институт философии и литература так и он написал за известное стихотворение когда на смерти тут поют а перед этим можно плакать ведь самый страшный час в бою час ожидания атаки там удар и лейтенант хрипит еще удар значит смерть проходит мимо но мы уже не в силах я в больном переводе но мы уже не в силах ждать и нас бьет через траншеи осточистевшая вражда штыком дырявящего тела бой был короткий а потом глушили водку ледяную и выковыривал ногой ногтем ножом я кровь чужую из-под ногтей я кровь чужую и дальше будь проклят сорок первый год и мёрзшая снега пехота вот вот насчет этого стихотворения я даже могу процитировать если будет желание его точным варианте есть очень мы знаем мы знаем это проверьте я примерно так знаю он очень неплохой парень потом позже он меня там с начальством сел когда уже в моткве мы были случайно встретились хороший он еще у него так нас не надо жалеть ведь и мы же никого не жалели и вот эта фраза будь проклят сорок первый год и мёрзшая снега пехота вот так когда на смерть идут поют а перед этим можно плакать ведь самый страшный час в бою час ожидания атаки снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной разрыв и умирает друг а значит смерть проходит мимо сейчас настанет мой черед за мной одним идет охота ракеты просят небосвод измершие в снега пехота мне кажется что я магнит что я притягиваю мины разрыв и лейтенант хрипит и смерть опять проходит мимо но мы уже не в силах ждать и нас ведет через траншеи окоченевшая вражда штыком грябящая шея бой был коротким а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую до конца притягиваю и выковыривал